Привет! Решил поменять немножко формат обзора, хотя бы на один раз, и сделать его в режиме, не знаю как, влога реального времени. Всем привет, меня зовут Рия. Сегодня речь пойдет про вот такой вот планшет, называется он Fossibot DT1. Ну, название, конечно, не блещет, такие вот названия там, модели DT1, но есть как есть. Планшет защищенный, основные его характеристики, вот смотрите, я так еще по олдскульному сделал, стоит 21 тысяч рублей, в нем 4 динамика физически, и вот, что я в нем нашел интересного. Ну, точнее, это его основные характеристики. 10,4 дюйма, здесь дисплей, IPS, 2К разрешение, здесь гибридный слот, либо две симки, либо одна, плюс карта памяти, защищен по там, милитарь стандарту, здесь у него прорезиненные углы, то есть его можно, в принципе, там, ронять, кидать, с ним, блин, я за этот боюсь. За ламинат. Короче, можно кидать, ронять, замораживать, и его нагревать до, там, 70 градусов, в минус 40. 11 тысяч миллиампер час здесь аккумулятор, 18-ваттный, есть, кстати, реверсивная зарядка, можно отсюда свои телефоны по Type-C тоже заряжать. Android 13-й памяти, она расширяется, Mediatek MT8788 здесь стоит. 19-ти на метровый, ну и камера 48, плюс 16. Давайте его покрутим в руке, посмотрим, что он из себя представляет, вот так вот. По факту вам скажу, что работает он лучше, чем предыдущий планшет, который у меня был на обзоре, потому что здесь помощнее процессор, и сам он как-то прям пободрее ощущается. Поставляется вот в такой вот оранжевой коробке. В комплекте мы находим только кабель, ну, Type-C на Type-C и 18-ваттную... А, Type-C. USB-A на Type-C, простите. И 18-ваттная зарядочка, пожалуйста. Ну и булавочка, чтобы доставить лоток для сим-карты. Не проходим мимо и ставим лайк за звезду смерти. Мы её собрали. А вот чего некоторые китайцы, или, не знаю, как на заводах какие-то, может, определённые люди с большей линией не научились делать, это клеить нормально, адекватно плёнки. Вот до сих пор ты встречаешь китайские смартфоны, планшеты, которые вроде... Плёнка-то наклеена ровно, но под ней пыль. Пыль, Карл. При этом даже есть какие-то зазорчики, которые, не знаю, с пузырьком, и всё, ты покупаешь смартфон, планшет, и ты должен с этим жить. Либо ты, пожалуйста, склеивай всё, где-то её заказывай, покупай клей сам. Но вот по факту на заводе до сих пор есть пыль. Из особенностей. Это планшет, который создан для, не знаю, для рабочих каких-то моментов. Ну, вот планшет, который у тебя получается тяжёлый, большой аккумулятор, и он защищённый. Ребят, где бы вы его применяли? С ним можно, в принципе, купаться в бассейне, там, рядом с бассейном лежать, на даче, в отеле, и не бояться, что у вас он промочится. Вот. Можно его в снегу где-то оставить, и потом, хоп, продолжить им пользоваться. То есть, короче, экстремальные условия содержания у него здесь обязаны к применению. Вот эти расцветки у него существуют разные, там, зелёные, серенькие, по-моему, три разных, три, три разных расцветки, ребят. Дизайн камеры, ну, мне нравится, так, знаешь, не по-утскульному, прям нормально. Здесь такая вот поверхность, которая, знаешь, хорошо будет в руках, наверное, сидеть. Ну, это наклейка отклеивается. Снизу у нас такой защитный, все эти разъёмы Type-C и для SIM-карт. Я, правда, только не представляю, почему начали делать. Может, вы мне объясните? Вы же лучше меня знаете. Даже кто-то, может, даже лучше меня будет обзор делать. Ребят, ладно, я шучу. Для чего в планшетах две SIM-карты? Я, честно, не представляю. Потому что раньше всегда были, у нас, как Apple, научила, планшет у тебя либо с Wi-Fi, либо с Wi-Fi плюс SIM-карта. Но, когда тебе в планшете говоришь, что, чувак, здесь можно вставить две SIM-карты, ну, ты, видимо, будешь в тех местах, где у тебя частенько не ловит сеть, ты будешь там выходить в интернет, по МТС, по Мегафону, или вот в каких-то таких моментах, возможно, у тебя, конечно, там два WhatsApp или что-то типа такого, но вот, есть и есть. При этом какая-то мода пошла, что у тебя это как бы даже, значит, не отдельно планшет, ребят, а у тебя вот это, это как бы большой телефон. Я сейчас не шучу, это реально, вот, вот, это можно сказать, это большой телефон. Ты вставил две SIM-карты, и дальше такой берешь, заходишь в набор контактов, но здесь свои контакты, и все, и звонишь, понимаешь, тут можно позвонить, давайте сейчас просто наберем 112, и, к примеру, включим, она здесь в любом случае, вот. И ты, короче, можешь звонить. Ультимейт решение какое-то получается, реально, ну, как большой телефон. Вот, закончили на этой теме, это мне нравится. Из приятных моментов, как уже сказал, здесь четыре динамика, и они настоящие. О, кстати, давайте из Нижнего Новгорода включим распаковку посылок Dendy. Так, давай, посылка из Великобритании, продолжаем просмотр. Громко. Soul Reaver, Legacy of Cain, тоже одна из моих самых любимых игр, на PlayStation 1. Очень громкое, объемное звучание, вот, пожалуйста, в Full HD 60, который в секунду, работает просто бесподобно. Ну, прям хорошо, IPS-дисплей, ну, стоит 21 тысяча рублей, ребят. Не совсем дешево, есть планшеты дешевле за эту цену, но здесь мы, кстати, получаем, в отличие вот от всех, которые предыдущие обозревал, здесь объемнее и громче динамики, которые здесь встроены, четыре штуки, и довольно-таки хороший процессор, который нам позволяет и видосики очень хорошо смотреть, плавненько. Конечно, что касается мультимедиа, потребления контента, фильмы, игрушки и так далее, здесь прям будет на ура. Правил тесты в Madao 2, пожалуйста, и в Immortal тоже поиграл, все идет как надо. Тесты на производительность, пожалуйста, Geekbench 6, количество очков, и 3DMark. Вот так вот по общению с планшетом работает вполне себе. То есть, что еще от Mediatek требует, есть планшеты, которые реально работают дольше. Ну, конечно, так вот, знаешь, по ощущениям работает намного, ну, как плавнее, быстрее, четче, чем некоторые аналоги, но они стоят дешевле, да, тут как бы вопросов нету, вопрос цены здесь тоже должен быть. Очень нравится, как сделали здесь у нас сразу и 3 сенсорные клавиши, соответственно, управления планшетом. Android 13 здесь стоит, и снизу у нас очень классно вписались быстрые приложения, которыми будем пользоваться. Фото, видео здесь тоже можно будет поснимать. Давайте я вам покажу примеры фото и видео, которые я заснял на эту камеру. Всем привет, это видео на фронтальную камеру. Вот такое будет качество изображения. Сейчас вот вытянутая рука. Вот так вот, давайте попробуем основную камеру. Основная камера, давайте с вами вот так вот пробежимся. Ну, попробуем что-нибудь заснять. Понятно, что планшет, он не создан прям для съемки видео. Ну, чем-то на звезде смерти, вот, пожалуйста. Давайте где-нибудь, пусть он попробует сфокусироваться. А, вот здесь штурмовики, смотрите, общаются. Так, подождем. Автофокус почти работает. Нет, автофокус пока не понимает, что происходит. Давайте еще раз попробуем. Окей, постанавливаю. Короче, скажу, что автофокус здесь, не знаю, работает не очень. Как-то так, потому что он сейчас сфокусироваться не смог. Ну, давайте попробуем, второй трансовый дадим. Может быть, там освещение какое-то не такое. Ну, давайте попробуем, к примеру, вот, сфокусироваться здесь. Либо фокус на расстоянии просто. Нет, короче, что-то с фокусом здесь не то. Ну, короче, основная камера, фокусировка работает так себе. Вот такой вот он, 4C-Bot. На самом деле, вообще первый раз сталкиваюсь с планшетами от этой компании. Но, ребят, сейчас рынок такой, как у нас, знаешь, полно делают китайских машин. Так, пожалуйста, планшеты существуют не только, знаешь, у Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Потому что производители телефонов и планшетов вообще выше крыши. И даже вот так вот, что здесь две сим-карты, ты с них можешь звонить, как с обычного телефона. Но это, по факту, получается большой смартфон. Чтобы долго вы не искали, ссылочку оставлю в описании. Переходите туда, смотрите, подписывайтесь на канал. В телегу не забывайте вступать. Давайте с вами был Риан. До новых встреч. Пока. Риан.